Итак, друзья, очередное видео. Сегодня 7 августа. Какие работы мы должны производить в августе? Некоторые обязаны задать корма, проверить корма, сколько корма уже на зиму. Почему? У кого-то в сентябре уже заморозки, в нашей местности этого еще нет. Но мы уже подготавливаем так же, как и во всех остальных районах и регионах, где ранняя осень, а у нас поздняя осень, вернее, очень долго тепло. И мы можем и в сентябре задать, ну, желательно август-сентябрь это все подготовить. И как подготовить? Когда вы приходите на пасеку, у вас обязательно должен быть план. Если у вас нет плана, у многих пчеловодов сначала нету плана, который начинающий. Они приходят, смотрят улик, посмотрели, не знают, что делать, закрыли, пошли дальше смотрят, посмотрели, закрыли дальше смотрят. Поэтому всякий раз вы должны поставить себе цель, написать, что вам надо смотреть и что делать в любой семье. Есть основной план, поэтому вы должны это спланировать. Допустим, смотрите вы эту семейку, что вы будете смотреть в первую очередь? Скажите, ну, конечно, все смотрят, матку ищут. Правильно. Матку можно найти, можно не найти. Бывает очень много пчел, и матку не найти. И человек очень много затрачивает времени, перелопачивает, открытый улик. Осенью, как правило, взяток прекращается. Во второй половине августа его практически медлены. И семьи имеют много пчел, и они чувствуют открытое гнездо, и сразу же нападается воровство. Неопытный пчеловод может долго перебирать рамки, смотреть, и в итоге он получает, после этого семью разворовали. Говорят, чего ж они ее разворовали, почему разворовали? Итак, когда вы открываете семью, снимаете первый этаж, старайтесь его закрыть, потому что это осень. Пчелы моментально чувствуют, что медом пахнет из семьи, и пытаются, если проскочило туда с десяток, и утащили мед, то уже в другой раз приняты 50 штук или больше. Они сообщают своей семье, что мы взяли с этого места, с этой местности, мед. И вся семья активизируется, чтобы не помогут и сторожа, потому что сторожей мало будет стоять. Если они будут проскакивать, у вас будет большая проблема, и в итоге вы можете потерять семью, матку убьют, и весь мед, который был в этой семье, перекочует в ту семью. Итак, друзья, когда вы смотрите, старайтесь семьи долго не держать. Первое, какова причина, что вы хотите смотреть? Первое, просматривайте, если семья сильная, много пчелы, ваша задача определить, есть матка в этой семье или нет. Как определить? Вы когда достаете рамочку, смотрите на расплод. В первую очередь смотрите на расплод. Какого качества расплод? Если расплод среднего качества, ну, пчелы достаточно, занимает полтора корпуса, или корпус целый, занимает 10 рамок, обсиженно, то эта семья для вас хорошая. Она способная, она сможет перезимовать. И дальше это визуальный осмотр. Следующий осмотр. Вы поднимаете рамочку и смотрите, какой засел. Есть, бывает, пчелы много, а матки нет, и засева нет. Это уже вопрос, надо что-то делать. Срочно, если у вас нет матки, подставить туда рамочку с открытым расплодом, с яйцами. Вот. Или есть маточка, подпустить туда маточку. Определить, нужна там маточка или не нужна. Я лично так определяю. Сначала беру, достаю рамочку, сажаю туда маточку. У меня есть хорошие матки, есть плохие, как на любые пасеки. Вот я плохую матку туда пускаю и смотрю. Если они ее воспринимают, значит, в семье вообще матки нету. Хорошо. Вот. Значит, они воспринимают. Тогда беру хорошую матку, даю им прямо, они ее воспринимают, а то выкидают. Итак, если они не воспринимают, по каким-то причинам накидываются, желательно посадить в клеточку. В клеточку, потому что у вас нет времени. Допустим, вы пчеловод выходного дня, на субботу, воскресенье, приехали вам с понедельника на работу. Конечно же, у вас нужно знать план. Вы срочно должны подпустить туда маточку или поставить рамочку с расплодом. Итак, рамочка с расплодом может дать положительный результат, а может, как всегда, дать отрицательный результат. Что именно? Матка может вывестись, полететь на облет, может не прилететь. То есть, ну, в течение месяца, если семья имеет большое количество пчел, для вас это не проблема. Если семья имеет малое количество пчел, туда нельзя ставить рамочку с расплодом, потому что она не способна восстановиться к зиме. Туда сразу нужно подать маточку. Итак, друзья, или хотя бы маточник. Ну, маточник, опять же, это уже немножко хуже, но он тоже сработает. Ну, самый лучший вариант матка. Итак, друзья, вы пришли на пасеку, и вы желаете осматривать. Что вы смотрите? Первое, засев и качество семьи. Второе, осень, вы смотрите, сколько меда сложено, уже подготовлено к зиме. В вашем гнездовом корпусе. Если в вашем гнездовом корпусе нет меда, то ваша задача сейчас же, в этот промежуток времени, задать корма туда. Первое, если пчелы мало, вот, она будет плохо брать корма. Если пчелы много, она будет хорошо брать корма, потому что они, когда берут корм, изнашиваются, перерабатывают этот корм. Пчела также изнашивается, ну, в меньшей степени, чем она развивает расплод. Поэтому все равно, старая пчела, его постарается принести, перенести, молодая там, все вместе они работают, перекачивают этот корм, или сахарный сироп вы даете, или медок должен быть у вас в запасе, рамки с медом. В общем, что-то вы должны подготовить. Это такой процесс, такое развитие. В данный момент, в августе, 7 августа до сентября, вы должны тщательно все проверить. Или задавать в целлофановых кульках сахарный сироп, или заливать специальные кормушки. Ну, как кто приспособился, ну, стараться задать его как можно быстрее. Есть еще метод, чтобы, допустим, семья, когда вы будете давать сахар, они, можно давать в больших дозах, а можно давать в малых дозах. Это все зависит от времени. Если у вас время ограничено, и вы живете в северных районах до сентября, у вас уже заморозки, то вам нужно срочно задать в больших дозах. И тогда семья быстро дает сокращение матке яиц, и она не может сеять, и они заливают все то, что можно залить, потому что большую дозу сиропа вы подаете или меда. Вот. То есть, таким образом, если вы даете в малых дозах, и у вас длительный промежуток времени еще, то можно маточку посадить в клеточку, в клеточку, дней на 10. И в этот промежуток, когда вы будете давать сахарный сироп, ну, малые дозы, я приблизительно, это литр-два литра каждый день, вот. То этот сироп они будут брать, и они его не погонят на расплод, потому что матка перестает сеять, и за 10 дней они буквально дотянут оставшиеся яички и червячков всех, всех запечатают, и они хорошо запечатают, зальют этот мед. Итак, друзья, какие работы я сегодня пояснил? Вы пришли на пасеку, вы должны узнать первое, что вам надо делать. Матка есть, расплод хороший есть, меда сколько? Частично. Надо задать меда. Результат. Записывайте все в общую тетрадку. Допустим, я на общую тетрадку улей номер 15. Видите? Оставляю два листочка. Это у меня же за этот сезон вторая общая тетрадка, потому что первую я использовал. Вот. Улей номер 16. 26 июля для продажи можно продать и для себя оставить. То есть хорошая семья. 1 августа смотрел, отличная семья, первый сорт. То есть первый сорт, это, значит, поясняю, качество засева матки очень хорошее, расплод хороший, семья развивается прекрасно. Если на продажу достаточно пчелы, то есть есть и достаточно для себя. То есть любой вариант вам подходит, и вы точно приблизительно знаете, что семья качественная. Вот. Если семья некачественная, я записываю другой вариант. Вот. Я записываю второй сорт. Семья некачество. Тут, допустим, написал 7 августа. Видел матку неплодную. В первом корпусе немного меда есть. Это сегодня я смотрел эту семью. То есть я уже знаю, что нужно здесь, следующим заходом проверять. Это сегодня я видел неплодную. Значит, на следующий раз, через 7 дней, если, допустим, кто-то у вас, пчеловод седьмого дня, на субботу приезжает, он должен обязательно проверить, засев этой неплодной матки. И что тут еще требуется? Меда мало. Значит, надо додать меда. Вот я уже знаю, что этой семье требуется и надо. Пчелы достаточно, я уже посмотрел, надо было еще дописать, что пчелы достаточно здесь. Вот. То есть каждый раз вы записываете, вот, что у вас, допустим, это улей номер 13. Я знаю, что я в него постоянно заглядываю. 29 июля забрал одну рамочку засева в номер 31. Это у меня, улей донор, он у меня дает постоянно рамочку засева каждый день. Я каждый раз у него забираю рамочку засева, как говорится. Или вот. Номер 12. Заложены маточники, закрытые есть и открытые, матки нет. Это было 25 июля. Окей. Значит, надо сегодня, 7 июля, уже должна быть матка, проверить, есть там матка или нет. Короче, каждый раз, когда вы приходите, вы знаете, что вам делать в следующем улике. Или вот, допустим, улей номер 11. 29 июля. Значит, две матки сеют на первом этаже и на втором. Медок не дают. Второй этаж сеять тоже. Медок не дает сеять второй этаж. Записал я. То есть, напряжение, и они не дают на втором этаже сеять сильно. В общем, знаю, что здесь две матки. В случае чего у меня какая-то проблема, я там маточку вытащил, она уже в ходу. Не надо мне ни нуклеус, ничего. Я ее раз подсадил сюда, проверил, приняли. Моментально сажаю сразу на сотик и знаю, если они принимают, они 100% принимают. Итак, друзья, сейчас в чем нуждаются наши семьи. Покажем хотя бы одну семью. Посмотрим эту семью под номером 24. Вот. Сзади с этой стороны. Немножко поднимаем, чтобы они быстренько, это самое, сейчас осень, они очень, знаете, много старой пчелы, она кидается, потому что следу не предупреждает. Молодая, а то она еще может предупреждать, побьется вокруг вас, а старая не разговаривает. Только вы открыли, она вас так облепит, что вы на радостях и закроете, как говорится. Итак, смотрим, что здесь у нас вот, сколько обсижут. Раз, два, три, четыре, девять рамок обсижут, и еще тут пчела через разделительную решетку. Ну, мы их, естественно, немножко поднимем, чтобы они сбежали и почувствовали, что хозяин пришел. Когда они сбегут, то мы начнем осматривать, что у нас тут есть. Разделительную решеточку снимаем, знаем, что тут у нас маточка находится. Вот, еще немножко поднимем, чтобы можно было брать. Вот, обсиживают хорошо, видите, прекрасно обсиживают. Значит, проверим, в чем нуждается эта семья. Это видео называется «В чем нуждаются семьи?», когда мы проверяем. Вот, мы должны знать, пчеловоды всегда проверяют каждые семь дней, это нормальное положение. Вот, пожалуйста, посмотрите, вот расплодик, печатный. Значит, что у нас тут есть? Напрыск, вот это вот идет напрыск, вот это вот так напрыск. Вот это вот по центру расплодик, более-менее хороший. Я считаю, что хороший расплодик, потому что есть хуже. Вот здесь пчела обсиживает, вот и маточка бегает, посмотрите, вот она. Вот она, вот она, видите, маточка? Маточка хорошая, крупная, сеет хорошо. Значит, что я хочу сказать? Эта семья прекрасно смотрится, пчела достаточно, и внутри там сидит обсиживают, посмотри, и внутри, видишь? Вот. То есть, что мы делаем? Просматриваем дальше, в чем нуждается семья. Пчелы, мы смотрим, здесь достаточно. Плюс, еще, если расплода 5-6 рамок, видите, 10 рамок пчелы сверху, еще 5-6 рамок, то эта пчела выйдет, и она способна будет перезимовать, эта семья. Именно, когда качественная семья, она хорошо перезимовывает. Вот, смотрим дальше. Опять расплод. Хороший расплод, за все уже запечатают. Вот это по всему контуру расплод. Здесь немножко напрыска. Меда к зиме практически нет, надо задавать. С этой стороны тоже. Вот она. Как это? Видно, да, или не видно? Червячки. Вот это все засев очень хороший. По всей длине это было раньше. Ну, а это все с червячками, так часть пчелы вышла, она уже запечатает. Вот. Очень хорошая. Вторая рамочка с расплодом. Итак, уже хорошо. Две рамочки мы имеем. Значит, что дальше смотрим. Качество этой семьи. Хорошее, хорошее. Пчелы много. Пчела не агрессивная. Вот, не кидается. Значит, это хорошо. Смотрим дальше, что здесь у нас. Эта сторона тоже засеяна. Вот, видать, пчела вышла, и она следующую партию засеяла полностью. Эта сторона засеяна. Червячки. Вот, часть вот тут не вышедшего, запечатана. Рамка полностью. И с этой стороны смотрим. И с этой стороны засев 100% полностью. Вот. Ну, тут больше яичек и двухдневных личинок, как говорится. Ставим. Это уже третья рамочка. Хорошо, обсиживают пчелы, достаточно обработают. Мёда маловато. Это о чём говорит? Они весь мёд гонят на расплод. Ну, семья в целом молодец. Хорошо, потому что, если пчела есть, то мёда они всегда мы зададим, и они будут чувствовать себя хорошо. Что мы видим здесь? Эту рамочку они по каким-то причинам игнорируют. Не сеют. И она попала в середину гнезда. Я поставил её, думал, они подсеют. Но они не хотят её сеять. Поэтому, что мы делаем? Эту рамочку ставим на край. Потому что она не должна разделять гнездо. И в зиму она не пойдёт. Потому что они на ней никак не хотят сеять. Вот. Поэтому мы что делаем? Подвигаем рамочки, ставим её на край. Потому что она, ну, по каким-то причинам они её бракуют. Ну, не хотят сеять. Вот. Ты им хоть что говори. Они говорят, мы не хотим. Вот. А по моим взглядам, они бы должны сеять. Но это... Они ни разу не сеяли. Рамочка медовая была. Могли бы подправить. Смотрим следующую. Это засеянная тоже. Видите? Вот. Вот эта вот часть засеянная. Вот часть расплода не выше чего. Это с пыльцой. Вот так идёт. Вот тут напрыск. И вот тут напрыск. Вот. Смотрим с этой стороны. Пчелы достаточно. И здесь засеяно тоже вот такая вот часть засеянная. Вот. Вот. Немножко напрыска, немножко пыльца. То есть пчелы очень хорошо. Для такой семьи она способна сейчас развернуться. Итак, это четвёртая рамочка. Смотрим дальше. То есть мы, осматривая семью, делаем вывод, что ей нужно этой семье. Вот уже кидается товарищ, уже кусается хочет. Уже вкусила. Ой, молодец. Ой, хорошо вкусила. О, теперь мы поднимем. Потому что на яд они все кидаются. Вот. Всё. Нормально. Кто-то говорил, у тебя добрые пчёлы, они не кусаются. Кусаются. Вот. Я поэтому их уже, как говорится, говорю. Заодно и пчелы, всем остальным достается дыма. Хорошо, чтобы не дёргались. Кому понравится, когда вас они жалют, как говорится. Смотрим дальше. Смотрим дальше. Вот. Итак. Четыре рамочки с расплодом мы уже определили. Вот пятая рамочка с расплодом. Посмотрите. Хороша. И червячки запечатаны на выходе. Очень хороша. И пчелы достаточно. И с этой стороны, видите, вот. То же самое. Вот они тут кублятся. Как на роение. Пчелы очень достаточно запечатана. Пятая рамочка. Считаю, что нормально. Но. Мёда я не вижу. Вот тут немножко пыльцы. Тут они молодцы. Гонят всё на расплод. Подготавливают к зиме. Надеются, что хозяин. Хозяин задаст им мёда. Итак. Пятая рамочка. Смотрим, что здесь. Здесь мы смотрим следующую рамочку. Шестая рамочка. Тоже с мёдом. Как видите. И червячки тут. И всё тут есть. Как говорится. Вот. Полностью эта сторона. Не с мёдом, а с расплодом. Извиняюсь. Вот. Мёда практически мало. Потому что они его гонят. На. Посмотрите. Пчелы достаточно. Аж кишит. Как говорится. Очень хорошо обогревает. И ещё выйдет эта. Шестая рамочка. Это значит. Пчелы будут тут очень хорошо. И семья пойдёт в зиму. Что можно будет сделать здесь? Здесь можно будет. Немножко погодя. Я ограничу матку. Посажу её в клеточку. Или специальный изолятор. Я попозже буду, возможно, рассказывать вам. И покажу. Потому что расплода здесь достаточно будет. Пожалуйста. Вот ещё одна рамочка. Это седьмая. Видите? Расплод запечатанный. Прекрасно. Вот. И с этой стороны. Открытые яички. Вот, пожалуйста, ещё не вышла пчела. Видите? Вот. Запечатаны. А так оно всё засеяно. И вот ещё не вышло. Видите? Расплодик. Это всё хорошо запечатано. Пчелы достаточно. Лучше, чем полагается. Итак. Что это говорит? О чём? Это говорит о том, что семья высшего сорта. Вот. Достаточная пчела. Достаточно хорошая матка. Вот. Чего не хватает этой семье? Этой семье не хватает, как мы видим, мёда. Чтобы засадить этой семье мёд, мы обязаны будем ограничить матку, чтобы она не села. Вот тут немножко с мёдом напряжь блестит. Эта сторона и эта сторона. Как видите, всего одна рамочка. И остальные все, так сказать, без мёда практически немножко напряжка. И семья гонит на всю катушку. Семья хорошая, прекрасная. Если ограничить матку в яйцекладке, то она возьмёт хороший запас мёда на зиму. И мы сможем её подкормить. И она перезимует прекрасно. Высший сорт семья. Такую семью можно и продать, и себе оставить. То есть и люди будут довольны, и я буду довольны. И моя семья будет довольна. Потому что она спокойно перезимует. Вот. Итак, друзья, что мы определили? Вот я уже сказал. Теперь остальное действие делаем. Что? Закрываем. И всё. Одну рамочку я отставлял в сторону. Сейчас я её принесу, всуну сюда, чтобы до полного комплекта посадить. И так вот, закрываем. Комплект доставляем. Это была медовая рамочка. Я её отставил вперёд, чтобы она нам не мешала работать. Вот эти побыстрее можно было показать в видео. Ставим разделительную решётку, потому что им наверху делать нечего. Вот, чтобы матка хорошо сеет. Ставим второй корб. Здесь немного мёда есть. Закрываем. Итак, друзья. Что могу вам сказать? Если есть вопросы, задавайте лайки, дизлайки ставьте. Осень подошла, работа на пасеке увеличилась. Обязательно нужно заглядывать. Обязательно проверять матки. И если вам что-то надо купить, смотрите снизу, подписывайтесь. Снизу на Amazon или AliExpress. Или в ваших пчеловодных магазинах смотрите то, что вам надо купить. Это будет вам успехом. Потому что в пчеловодстве всегда нужно развиваться. Всегда смотреть. Я вот уже 30 лет. И я всегда, каждый день смотрю. Всех своих подписчиков смотрю. Что выдаёт, какое видео ставит. И мне очень интересно. Поэтому мой education, то есть моё образование постоянно повышается. И если вы будете успокаиваться на достигнутом, вы не будете хорошим пчеловодом. До встречи. До свидания. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Bye. Субтитры сделал DimaTorzok